Свой день рождения губернатор Дмитрий Азаров встретил вместе с самарскими бойцами в зоне проведения СВО. Он бывает там каждый месяц. Губернатор передал им необходимую технику, амуницию, дополнительные спецсредства, снаряжение. И пообщался с защитниками лично. Выяснил, в чем они нуждаются, какие у них есть вопросы. Встретился Дмитрий Азаров и с двумя командармами, командующими двух общевойсковых объединений. Сегодня понятно, что в кабинете сидеть совершенно дело пустое. Поэтому этот день решил использовать для того, чтобы доехать вновь сюда. Мы обсудили вопросы, связанные с разным спектром. Вопросы лечения и долечивания, вопросы реабилитации, вопросы где-то бывают сбои и по финансовому обеспечению. Все эти вопросы готов отрабатывать. Потому что понимаю, что главные люди сегодня для всех нас – это вы. Вот эта внутренняя мобилизация в нашем российском народе, концентрация на главной задаче, объединение вокруг нашего лидера национального, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина – все это и создает предпосылки неминуемой нашей победы. Пока бойцы из Самарской области защищают мир на Донбассе, их земляки восстанавливают там мирную жизнь. В прошлом году в Снежном городе-попротиме Самары было отремонтировано и заново построено 82 соцобъекта. В 2023-м работа продолжится. Так, во время рабочей поездки в зону СВО губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ход капремонта Снежнянской школы номер один. И здание, где будет размещаться МФЦ. Спасибо вам за возможность учиться приятной, красивой из этой школы. Мир держится на миромнодушных, добрых людях, таких, как есть вы. И благодаря вам наша школа вот такой стала красивой. Губернатор подчеркнул, главные задачи до конца года – привести в порядок те объекты, которые планировали к реализации – школы, больницы, МФЦ. Нерешаемых задач нет, и все работы будут выполнены в сроке. Виктория Шарая, События.